мы продолжаем наши уроки таня из самого начала продолжаем глава 12 2 урок на 12 главе по русскоязычный перевод 87 страница прошлого урок прошлый урок мы начали встречать с такой серьезный человек который можно можно назвать его бенуни и мы говорили что главная девиз бенуни никогда не согрешить никогда не согрешить почему три одеяния которые есть выезд в животная душа то есть мысл речь и действия не соединяются с их сосуды то есть тело рука рука недвижная пожелание животная душа нога нога неходячая пожелание животная душа мысл не мыслится пожелание животная душа и речь рот не открывается и связки не получает своих ударений для того что произносит речь пожелание животная душа то есть вся этих три одеяния неприкосновенной на животная душа кто владелец четкая владелец этих три одеяния с каких с каких причин на рука начнет быть движная и нога ходячая когда божественная душа говорить когда он произносит речь когда божественная душа этом хоть и хочет когда он думает не слышать когда божественная душа этим разрешается и на чем на том что она хочет только ими начали говорить что если но в сердце и в разума там не царствует божественная душа там нет там животная душа есть тоже что рассказать почему потому что бейнули это не царик царик поменял также как три одеяния у бейнули не имеет полная неприкосновенность к животная душа также у царик есть полная неконтактная между чувством сердца и и разум к мозгу к животная душа там без прикосновенность невозможно животная душа туда пролезть остается у несовершенно праведник определенный оттенок характер наклонности привычки определенной животная душа которые оставили какие-то следы несовершенно праведники в этом есть тоже очень много разных уровнях но ее разум и мозг соответственно телесный чувства и сердца соответственно не иметь неприкосновенность у бейнули то ли так то есть бейнули и ее мозг физический физический мозг контактирует животная душа и он понимает что животная душа понимает и он это он он чувствует того что животная душа хочет чувствовать наоборот он не всегда чувствует того что же божественная душа хочет кроме мы вчера учили мими прошлый прошлый урок учили кроме во время молитва по которым во время молитва тогда да удается дэйнули во время молитва и читание шма до переборот и он начинает быть по какому-то пониманию, быть похожа на праведник. И здесь мы остановились, и я хочу возвращаться к этому тему и понимать, первый, почему, второй, как это происходит. Первый, почему, и мы прочтем это изнутри, увидим это прямо в слова, потому что в это время есть то, что называется в Каббала, и Хасидут применяется в учении, Мойхен де Гадлус. Большой разум. Что такое Мойхен де Гадлус? Почему время молитвы Шахарит предназначено для молитвы? Это не потому, что случайно, ну надо молиться утром, говорили, ну давай молитесь там в девять утра. Не потому. Почему именно с рассвет до там четырех первые утреные часы, временные часы, это время для чтения Шма утром? Это не потому, что ну надо читать Шма утром, решили, что давай утром. Это не так. Причина, что в это время это подготовленное время прием молитва перед Всевышним. Это время такое. Поэтому в это время принесли в храм жертвопереношение. Это время, которое Всевышний ждет молитву. И когда нет храма, мы молимся. Это время нам обратиться к нему. Что это означает, что время, что Всевышний ждет. Когда Всевышний ждет, есть тричный двухсторонный. Я готовлю себе молиться Всевышнему. И Всевышний обращает внимание к моим просьбам. И тогда что происходит? Как будто бы раскрываются способности. У евреев не как будто бы, а так и есть. Раскрываются способности в это время, именно в это время. Евреев уединиться со Всевышнему и подносить к нему своих приближений и просьбам. Вот это называется время молитвы. И поэтому это называется в каббалистический термин, это именология большой разум. Типа расширили способности у евреев и на небесах принимать. Это время повторяется к обеду, во время которое предназначено читать молитву Минху. И также в вечернее время, когда можно начинать читать вечернее молитву, вот это время предназначено для этого. Тоже самое по отношению с Читанишма. Читанишма это ли, это не галочка. Ну, я читал Шмашма и сразу закончил. Нет. это время, которое предназначено почувствовать, что Бог один. То есть, если евреи начинают читать Шмашма, усердно думают, о чем он читает, у него есть способности больше, чем в других временах, днем и вечером. Да? Это предназначенное время ему почувствовать это. Поэтому, если усердно он будет молиться, он почувствует это в большей вероятности, чем в другое время, где. Поэтому, когда Бенуни молится, как полагается, и он молится, как нужно молиться, у него есть еще усиленное время, благодаря тому, что Всевышний ждет его молитва. И он может соединиться с чем? С чувством. Божественная душа, соответствующая приближению ко Всевышнему. И когда он читает Чма, он способен почувствовать сквозь свое сердце и сквозь своем разум единство Всевышнему. Поэтому, когда Бенуни молится так, и читает так Шма, в это время у него есть переворот. Он начинает чувствовать любви или страх перед Всевышнему, или полное соглашение разумное соглашение и чувственное соглашение, что Бог один все-таки, что не мир есть, а есть Бог, и тогда он в чем-то похож на праведник. И здесь начинается вопрос, как? Когда мы начали говорить об этом в прошлом уроке, когда человек может забыть о своих нуждах, когда происходит что-то очень значительное. я помню, у меня было, я не помню, где и где, но я помню, как я это услышал. Далее слушают рация, которая произошла во время 74-го года войны в Израиле. 73-го. 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 Между Израил и Египет, ну, в Стирре, это был другой фронт, это было совершенно других объемов, и там слышат как Карьэль Шарон, Исраэль Тал, это были тех генералы, которые держали под собой танковых дивизий. Это была огромная война, наверное, последняя война мировая, в масштаб мира, где применили танки в таком объеме. После Второй мировой последняя танковая война в таком объеме была в Израиле и Египет. Израиле и Египет. Там было тысячи танков. Людей не просто не спали и не кушали и ничего. Там 70 чем-то часов. Ну, даже не думали об этом. В 70 чем-то часы начали отрубиться. Там слышно крик. арик, арик, Он просто упал, спал. Шалон. Упал и спал. То есть, настолько он не почувствовал нужно спать, что пока организм не отключил себе сам, он упал, он не спал. Такой сумасшедший страх, адреналин, концентрирование. он ни о чем другого просто не думал. Вообще это страх. Адреналин, страх. Сумасшедшая сумасшедшая драка. Также в радости берите человека, который радуется. Попытаешься с ним говорить о чем-то не в своем времени, он не услышит тебя. Он просто тебя не услышит. Иногда даже можешь пустить ему кровь, царапнуть его, он не почувствует. Когда видит из этого вот этого эйфория, он начнет чувствовать, что что-то случилось. Не почувствует. То есть это означает, что мозг, разум и чувства были прихвачены. на что-то еще выше, чем обычно. Поэтому мелочевка для него, он не чувствует. То есть Бейнони в это время, что происходит у него? Он настолько вникал в чувства уединения со Всевышним, что его чувства перехватили самого себя. Он уже не чувствует ничего, которое касается животной души. Просто не интересно. Ни в его жизни. Не интересно. Не пить, не кушать, не спать. Ничего. Рассказано, я еще раз не помню имя, один из хасидов, больших хасидов. Не из очень дорогих поколений, позапрошлое поколение. У него была гнилая палца, она пухла очень сильно, очень сильно гнилая. Во время молитвы он настолько был концентрирован, что вот боль, как будто кусал его, и он ударил пальцы, гнилая просто взорвалась, и он продолжал молиться. То есть настолько он был оторван от простых вопросов, что мешает руку, пусть пойдет. Ну не надо ее. Вот настолько вообще не чувствуется. Поэтому во время молитвы Бейнуни поднимает над своего Я. Его Я обычный он смешан тоже животная душа. А во время молитвы он меняется. На это время. Почитаем это из внутри. я не не единственные, которые царствуют и пользуют малый город, человек, то есть. Ки им, когда они все-таки берут вверх, то есть разум и чувство Божественной Души, би итим мезумоним, в особенное время, кмо, например, биша скришме, когда читанишма, и время молитвы, это время читанишма и молитвы, это время расширения больших разумов, и мало, вверху, вверху, это значит, у верхней миров, и даже здесь у нас, то есть у человек, у простой человек, это подготовленная, видленная время, у каждого человека, что-то, в этой времени, человек способен, в каждом хабаде, соединять своего разума, хабад, хохма бина и дас, ла-шэм, вовсе вишнему, ла-хамик датой, концентрироваться глубже своего дат, то есть, вот той част, которая в мозг соединяет, смыслом, бигдула сэнсэй в баруху, величия энсов, бесконечный всевишнему, вэле ойрэр, и благодаря этого концентрация, благодаря этого соединения в разум, он может будить в себе эсуаво киришпэйэйш, любви, которая печет, как угли, который бахалалаймон юшэбэйлийбэй, который находится на его правая сторона серца. Правая. Но не левая. Левая принадлежит, есть животная душа. Ледавко бэй, бэкию мэтэру мэтцвэйсэр, вээта в римя, он сэединён, цапсавишнему, вэпалиньезапавидзе, и ученье мэээву, слубвуи, ни как въезддим. Кэга, он во время, молитвы, чтэннешмэ, шээзээу, инээнэ мэвууо, бэ крышмэдэйрайсо, барихойсэо, шээлэфэнээу, валэхэдэжэя, мэдэрэбону, И это объясняется во тему, когда учатся в Хасидуд или в Кабале, что такое время чтения Шма и ее благословление, которое мудрецов добавили к чтению Шма. Мудрецов добавили утром два благословления до и одно благословление после. И вечером два благословления до чтения Шма и два благословления после чтения Шма. Что это за благословение? До чтения Шма это как обогревать, обогревать тема уединения Всевышнего. В чтении Шма я должен чувствовать единое Богом. В последнее благословление я должен как будто бы поставить итог. Так оно и есть. Всевышний так и один. Вот это и есть порядок чтения Шма. Что они, вот, они, эти благословления, могут получить к чтению Шма. Они подготовительные времена для чтения Шма. Как мы видим, мы видим, как это объясняется очень широко в Хасидуд. И в этой времена, в этой времена, чтения Шма и Малитва, В это время, левая сторона сердца, что с ним, Он прослушный. Он послушный. Он подчиняется добру. Почему? Вернемся обратно к нашим миром, к нашей физической любви или страхам. Когда вот это Ариэль Шаон не спал там три дня и ночей, пока не упал, отрубился. Что он не хочет ему спать? Ну, вообще, он хочет спать? Ну, хочет спать. Почему он не хотел спать? Ну, не чувствовал это, что он хочет спать. Почему? Потому что, как будто бы, вот, эта часть, типа, спит, типа, идет в сторону. Это называется адреналин, и важно, как это происходит физически, да? Ну, чтобы, молча, молча сидит в сторону. Как будто бы он, все, отстранен. Во время любви ко Всевышному, который будет в себе, Бенони, левая сторона, которая отвечает на нужды, животная душа, мальчик. Спокойный. Он, типа, подчиняется. Понял. Я сейчас выше меня. Потому что он чувствует левая, правая сторона, которая соединена со Всевышним через свой разум, который соединен с бесконечной Всевышним. Это убейнули во время молитвы и чтение шмы. Но после молитвы, когда на верхнем миров уже никто не ждет наша молитва, это не время для молитвы, ничто, никто, можно молиться всегда, но время ожидания закончилось. Это называется большие мозги, расширенный разум к Всевышному, закончивается. Он, что хочет, дай мне спать, дай мне покушать, дай мне попить, дай мне отдыхать, дай меня и дай мне. Он хочет свое. Он не перестал хотеть. Не перестал хотеть. Простой. Когда вернулись люди из войны, что они перестали хотеть спать. Да нет, во время войны, когда было нужно, вот не ходили, а теперь хотят. Они хотят уже больше покушать мороженое. Конечно, хотят. Время кто думал вообще о мороженое? Она никому не была нужна. Она даже мешала. Когда ты могла представить себе танкист едет с мороженого в руках. Время в обоя. Какой мороженый? А что мне вообще говорили? То есть, ты не мешай. Просто не мешай. Мы хотим жить. А после Ну, конечно, после хотим. А что изменилось? Ничего не изменилось. У Бейнони, конечно, не так. Конечно, не так. После того, что ты чувствуешь чувство любви ко Всевышнему, морожено уже не захотеться. Это уже. Не захочешь. Не захочешь и не получишь. Но другие требования, простые требования. Спать, пить, кушать, отдохнуть. Конечно, конечно, хочет. Он еще же обычный человек. Обычный человек. И поэтому этих чувств, этих нужд у него сильно присутствует. Очень сильно присутствует. Тогда остается вопрос. Почему у Бейнони после молитвы не появляется и де-факто поступки? Давай тогда пойдем спать и не будем мучить Тору. Давай тогда идем покушать и повкуснее. Почему не получается? Почему Бейнони это не переступает? Почему мы говорим, что не переступает? Потому что он никогда не дает своих одеяния пропуск туда к животной души. Почему она не пропускается? Он говорит, потому только только потому что он не может быть и он не только поскольку что они живут на душе не она не единственная. Есть тут божественная душа тут. Она присутствует. Присутствует сильно она не может леяться тавоса микоя халапоя. Он не может совершить задуманное им по своих желаниям. Он покушает когда ему это дозволит. Он поспит сколько надо ему поспать. Он подохнет когда надо ему отдыхать. И он попит только сколько надо. И что надо? Ни меньшей ни большей. Почему? Потому что тут есть старая старая божественная душа которая не пропускай ему китаму. И мая сиди врумахшобе мамеш. Энно ехо леяться тавосы микоя халапоя лис лабеш бавор агруф мая сиди врумахшобе мамеш бигэш мя си леаммик махшав тей бетану гейл мазе эхле малеста леятаве слибай ка мойах шалит ана лев. Все таки почему? Почему он не может хотя бы думать было бы хорошо вкусную кусок хлеба если уже покушаем давай покушаем вкусный кусок хлеба почему он не может заставить бейнони взять вкусный кусок хлеба почему? ну он на равных божественной души где мешательство ему получить задумано почему бейнони если мы говорим что он на равных он воюет на равных это чувствует он чувствует это да во время молитвы нет после молитвы почему нет есть закон разум контролирует сердце по своего натуре по рождению здесь надо напоминать сказано мудрецов что есть три выше которые называются в той же букве но в этом языке только предназначение другое мелех король мел лам 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 это как шлемаз хелем хелем есть такое такое выражение как клюбцом хелем вот это человек который начинается все с печен живот а потом сердце а потом мозг ну печень это выражение типа живот что ты хочешь покушать пожрать то есть вопрос кто у тебя главный если живот главный ну ты как глупцом но если сердце ты ну глупец ну ты не не серьезный не сильный человек а если мозг у тебя главный а потом после мозгу спускается в сердце а после сердца тогда разрешает или не разрешает живот покушать ну тогда ты король тогда ты правильный человек то есть получается порождение мозг разум должен контролировать сердце а де факто что происходит вообще не так есть таких которые того что они хотят физически это это главное а потом они просто спрашивают желание давай хотите а потом он дает приказ мозг помоги меня найти есть люди которые говорят что самое главное это чувство красивая музыка любить кого-то почувствовать что-то это как называется я еврей в сердце это это глупцов чувство чувство может быть сумасшедшее чувство это не главное чувство чувство это красиво когда контролируемое а когда человек по рождении научил себе любишь не любишь хочет не хочет чувствуешь не чувствует так надо сразу мы принимаем решение вот это по рождению что происходит с нами мы испорчены то есть мы научили себе на самом деле это очень похоже на воспитание детей есть ребенок который главное что его научили если тебе вкусно ты проси если тебе неприятно откажись если тебе неудобно не делай если ты хочешь спать спи если ты не хочешь спать не спи что его научим тогда главное что не чувствуешь что физически хочется есть есть более культурные родители они что учат ребенок ты видишь как улыбает тебя когда ты красиво говоришь или обращаешься к ним внимание правильно вот это надо делать если тебя не улыбается если не любит тебя если так поступаешь не делай им это если ты любишь кого-то иди скажи ему если не любишь кого-то скажи ему тоже или уходи от него то есть это воспитание достаточно культурное но она неправильная что правильно то вопрос что ты чувствуешь тебе нужно стать правильным человеком правильный человек получает своих достижений благодаря логике 1 2 3 4 конечно надо обратить внимание к окружающей среда не надо обижать людей не надо кричать на людей не надо вести себя неадекватно надо обратить внимание так что любые люди будут хорошо рядом с тобой но главное это что что правильно делать то же самое у человека как воспитывали нас как мы воспитывали себе как мы воспитываем себе сегодня как надо или как хочется как чувствуется или как правильно вот дейнуми это правильный воспитанный человек у него мозг разум в главный всего потом того что мозг и разум позволяет он начинает чувствовать а того что он чувствует он разрешает этому приземлиться к детстве поэтому когда к нему обращает животная душа и говорит давай берите вот это булечка вот вот это кусок вкусного хлеба он говорит мне зачем это даже на здоровье нехорошо просроченный просроченный хлеб со вчера он более более хороший для здоровья не надо вкусный надо полезный но тебе нужно что-то сладкого нет не надо сладкого не надо я помню я помню что у нас вешивой однажды просили у нашей мошпи объяснить доступным словам что это такое три клепот когда мы учимся вешивой что мы такое делаем которое касается во время еда три клепот где это клепот много не три клепот а клепот много а где это относится к божественной души он говорил очень умно он говорит когда спускайтесь в столовое там раздают на обед курица как раздают курица на столовое израиль делится курица на восемь частей ножки отдельно это треугольный второй часть ножки отдельно полка карачка и второй часть ножки отдельно потом разделают крылышки крылышки с кусок грудинка типа и нижняя часть там получается восемь частей то есть вот целая часть разделается на четыре частей вот так получается восемь и восемь конечно самое мягкое и вкусное это ножки или корочки но половина курицы не такая то есть восемь частей четыре из них вкусно а четыре не очень потому что же так получается что спускаешься в окно там у нас было окно они положили прямо на центральное этого окошко такая и этого повара положил в тарелку той кусок который нужно то если ты подходишь к окну и весь очередь ты думаешь что мне дадут что мне дадут я хочу ножка слишком маленькая а второй часть ножки ну чуть-чуть побольше и сочной вот я хочу ее но если не дадут это и дадут только корочка могу смириться но если дадут только крылья не очень а только сухой часть это вообще кошмар поэтому он думает 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 весь очередь подходит к окно ложит свою тарелку и получает самую сухую часть грудинка и начинает вести диалог с повел это что такое я это не люблю поменяй пожалуйста нет ты не единственный ребенок в нашей ищи нет я не покушаю это дай меня вот это поднимает скандал вот это три клепот вот это три клепот второй конечно бесится до окна что дадут что не дадут ну положили положили ему вот это самый сухой ну хорошо покушаю ну ну что это клепот много это клепот много если человек зашел столовая и вообще ни о чем не думает что положили то и покушал и вообще не заметили вот это вот это правильно вот это как божественная душа кушать кушать надо для того чтобы быть здоров там есть все что нужно все что нужно даже больше мяса все хорошо вот это правильно то есть другим словам воспитание бейнони он воспитывает в себе что что главный разум сердце хочет он говорит мальчи ну хочешь ну хочешь ну и что с того что хочешь ну ты хочешь ты ну хочешь и ты и все только хочешь ну и не хоти то есть почему у бейнони есть сил перебороть и диктовать своих условиях потому что он правильный человек он корол он мелех у него мозг а потом сердце а только потом с детства только потом печень и и он он